На грани выживания в селе Георгиевка, Донецкой области, семья, в которой есть 19-летний инвалид, осталась без средств к существованию. На лечение сына родные потратили все деньги. Мальчику необходимы особые условия. Какие, расскажут наши корреспонденты. Андрею 19. По уровню развития он 4-месячный малыш. При рождении ему занесли инфекцию. С тех пор живет со страшным диагнозом. Менингоэнцефалит. Кормим с бутылочки через соску. Питание для ребенка очень дорогое. Все нужно, чтобы было протертое, стерильное, потому что твердую пищу глотать ребенок не может. У Андрея судорожный синдром. Поэтому в его комнате температура ни на минуту не должна опускаться ниже 30 градусов. Любую одежду мальчик с себя срывает. Печка электрическая стоит у него под кроватью и днем, и ночью включена. И зимой, и летом. Пенсию, которую мы сейчас получаем, недостаточно. Вот это вот ее хватает только на оплату электроэнергии. Платить за электроэнергию приходится в среднем полторы тысячи гривен в месяц. Ребенком занимаются бабушка и мать. Некогда состоятельная семья продала все имущество, а деньги потратила на лечение Андрея. Мы везде ездили. Где какие экстрасенсы, где уже и традиционная, и нетрадиционная. Традиционная медицина сразу отказалась от него. Денег, которые государство выплачивает по уходу за инвалидом, не хватает. Мать Андрея берется за любую работу. Отец ребенка живет в этом же селе, но сына не замечает. Муж ее сбежал, понимаете, ну не выдержал вот этой вот тяжелой нагрузки. Он женился и живет. Другая семья. И сейчас ничем ему? Ничем не помогает. Алименты не платил ни копейки. Дети с таким диагнозом долго не живут. В большинстве случаев от них отказываются родители. Когда волонтеры штаба Рината Ахметова, которые привезли помощь жителям Маринского района, узнали об этой семье, были шокированы. За всю историю благотворительности Рината Ахметова мы впервые сталкиваемся с такой жизненной ситуацией в семье. Через нас прошло очень много тяжелобольных детей, очень много семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Но эта семья особо нуждающаяся. Ольга Николаевна с дочерью остались один на один со своей бедой. За 19 лет, кроме советов, избавиться от ребенка никакой помощи женщины не получали. Теперь семью поддерживает штаб Рината Ахметова. Этой семье мы будем продолжать оказывать помощь. Мы их не бросим и будем делать все возможное, чтобы им было как можно легче быть с таким ребенком, воспитывать такого ребенка и содержать. Несмотря на приговор медиков, Ольга Николаевна до сих пор верит в чудо. Бывает, Таня проснется, говорит, мама, мне приснился сон, что наша Андрюшенька разговаривает. Она кормит его и говорит, Андрюшенька, скажи, мама. Ну нет же никакого ответа. Татьяна Блинова, Николай Сыченко, Владимир Конопля. События. Канал Украина.